Луна 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 наблюдать именно в тот момент когда она находится прямо над головой то есть вертикальном положении тогда она получается ближе всего сейчас же мы смотрим за ней когда она удалена максимально вот черный объект о котором я говорил возможно это тот самый лунный дракон с правой стороны прямо пролетел в левую часть луны это уже совсем не птица вы сами видели четко что там пролетел какой-то инопланетный объект и абсолютно в этом уверен или тот самый лунный дракон о котором я раньше вам рассказывал мы видим как луна как будто бы плывет в какой-то субстанции и происходит то ли испарение то ли какая-то вибрация прямо на ее поверхности также очень хорошо видно что от некоторых кратеров или вот этих круглых отверстий исходит какое-то свое собственное свечение луч не только верхнюю часть куда-то направлен но и в боковые вы видите такое впечатление что разделен тремя различными участками вот здесь мы видим как луна очень быстро начинает двигаться вниз направо и вот эта пульсация или вибрации еще раз увеличивается впечатление такое что это поверхность луны или лунный космический корабль перемещается в какой-то жидкости вы видите все пульсирует переливается не очень похоже это на воздух а как будто бы действительно над нами вода и внутри воды как раз проплывает это луна не пролетает а именно проплывает по моему мнению можно посмотреть и что там находится внутри лунных кратеров где-то тени видны где-то допустим тени не совсем четкие очень интересно конечно наблюдать за ней в таком более отдаленном масштабе потому что здесь мы сможем зафиксировать больше ее поверхности тем самым можем увидеть пролетающие вот эти темные возможно даже какие-то светлые объекты по крайней мере когда я сейчас переводил камеру опять большой черный объект пролетел слева направо но я к сожалению не успел его зафиксировать так что вот в таком небольшом отдалении мы тоже будем рассматривать поверхность луны чтобы запечатлеть какие-то именно пролеты буквально через пять-десять минут луна скроется от нас из вида прямо за дом еще раз повторюсь что здесь она больше похожа на какую-то пульсирующую субстанцию плывущую в воде но в любом случае такие кадры феноменальные нам нужно их запоминать конечно желательно еще приближать ее в тот момент когда она четко расположена над нашей головой хотя вот на закате и хороший такой момент как вы часто замечаете и солнце и луна приобретает более крупный масштаб или размер что очень и очень странно обычно когда объект удаляется он должен уменьшаться в размерах в наших же случаях солнцем и луной мы четко видим что они увеличиваются а когда над головой это уже становится более маленькие и так давайте же рассмотрим более внимательно и и нижнюю часть которая пульсирует еще больше чем верхушка и просто переливается кто-то скажет что это эффекты атмосферы или линзирование атмосферы но для меня это нечто другое что-то даже можно сказать фантастическое да и кратер уже перестают становиться круглыми а такой волнообразной формы но и вся она как будто бы живая или переливается вот здесь особенно это видно но просто феноменальный какой-то эффект я сам никогда не видел чтобы луна вот так вот сильно переливалась может быть она не настоящая или голограмма или каким-то образом перерождается но вы видите что с ней происходит в тот момент когда она все ниже и ниже к земле какие-то просто невероятные такие кадры эффекты вы видите кратер это уменьшаются то увеличивается в размерах как будто бы все не по-настоящему блин фантастика к это давайте получше посмотрим эти моменты чтобы нам все запечатлеть особенно очень хорошо это видно вот на том темном кратере где видна большая полутень луны точнее внутри этого кратера и вот он весь пульсирует как живой как будто это отверстие хочет поглотить что-то хотя обратите внимание соседние кратеры вообще не имеют углублений а вот он один какой-то темный сейчас на самом низу посередине находится и вот появляется кстати наверху еще такие же подобные кратеры которые пульсируют у них отверстие как будто бы открываются и закрываются и хотят кого-то проглотить или съесть очень интересные моменты и запоминающиеся луна как будто бы становится живой как будто бы даже знаете что какое-то подводное существо хочется услышать вот пролет только что был черного объекта возможно птицы хочется услышите ваше мнение что вы думаете обо всей этой пульсации с чем она связана точно ли это эффект нашей атмосферы либо что-то другое и луна проваливается в какую-то жидкость или субстанцию возможно прозрачного но вот именно жидкого состояния ой что-то летит смотрите летит летит черный объект и улетел влево вот это фантастика мы сейчас сняли что это может быть неужели это был самолет вы видели в левую сторону только что пронесся черный объект хотя откуда там может быть самолет если луна скажем расположена около самого горизонта и буквально над крышами домов я сейчас вам покажу прям не отрываясь от камеры что-то пролетело черное прямо на фоне луны вот смотрите мы отматываем с вами немножко и вы увидите где расположена луна что она находилась прямо над землей в общем вот дома и вот буквально над верхушкой вот этих вот домов пролетела этот объект прямо на фоне луны мы зафиксировали но сбоку было похоже на самолет на самолет там не летают и так низко над землей прямо перед луной я сам очень удивился что именно мы с вами зафиксировали какой-то невероятный эффект возможно нам удастся и пронаблюдать действительные закат или исчезновение луны если получится то обязательно мы сегодня это сделаем и луна зайдет не за горизонт но она спрячется за крышей такого многоквартирного многоэтажного дома вот как раз будет интересно посмотреть что мы увидим в эти моменты когда луна полностью исчезнет с поля нашего зрения но все-таки вот этот пролетающий объект вот еще что-то летит черное смотрите прямо прямо и налево полетела еще направо что-то еще эта птица ведь и машет крыльями что это такое то есть летит куда-то вправо потом налево машет крыльями были но высказывать свое мнение это все-таки или лунные драконы или какие-то земные птицы понятное дело что луна над крышами домов находится но все-таки что это за объекты и так вот здесь мы видим черноту появившуюся на луне может быть уже луна пересекает какой-то объект ну похоже на антенну или что-то находящиеся на крыше дома вы видите черная точка или тень опять этого гарантировать я не могу потому что мы с вами находимся достаточно далеко и что это за черная тень я до конца не знаю рассмотреть этого невозможно могу сказать одно что луна все-таки находится еще над крышей дом и и не спряталась за нее но вот черная тень вот это опять идет полу не очень интересный эффект получается у нас прямо хочется пронаблюдать до конца что же это может быть и вообще куда она потом исчезнет давайте смотреть но все-таки думаю что скорее всего это земного происхождения именно конструкция которая расположена просто на крыше луна и и проходит давайте отмотаем чуть дальше чтобы убедиться так чуть ниже ниже давить это уже видно к самой крыше проходят опоры различные вот уже провода видны но давайте пронаблюдаем и этот момент как раз видно что она перемещается все правее правее и фиксируется ее определенная скорость край луны весь переливается вы посмотрите не имеет черного очертания такого ровного а а весь как будто бы пульсирует что-то с ней происходит в эти моменты внизу вот она внизу она такое впечатление сейчас будет скрываться полностью за поверхность и мы потеряем ее из виду но в данный момент как раз видно что луна проходит какую-то антенну видите три усика таких торчат и прямо на фоне луны имеет такую своеобразную тень опять же для нас для эксперимента для понимания происходящего это очень интересный такой момент чтобы понять как даже формируются тени на луне и почему мы сейчас видим очертание вот этих антенн дело в том что вроде бы фокусировка направлена на саму луну и антенны тоже должны размываться но нет они прямо четко фиксируется мы видим как луна проходит телевизионной антенны значит сейчас она уже буквально скроется за дом и мы потеряем ее из виду но все-таки проконтролируем этот момент все ниже ниже она опускается нам придется тоже камеру перевести немножко ниже потому что низ луны уже скрылся точнее он начинает скрываться за большим таким зданием вот думаю сейчас луна полностью пропадет опять же мы зафиксировали очень интересный момент еще раз повторюсь как раз когда луна находится максимально в принципе далеко от земли точнее от места съемок потому что когда она над головой то ближе всего сейчас она удалена и проходит различные конструкции в виде вот этих антенн на крыше что-то как будто бы осветился внизу слева кратер но он и так и подсвечивается то светлее то тусклее нижнюю часть мы уже теряем вот ведь по какому принципу это все работает то есть внизу мы видим какую-то ровную поверхность но в общем луна у нас полностью скрывается мы сейчас с вами посмотрим еще за звездами попробуем найти сатурн или юпитер тот самый корабль богов я его называю потому что никогда я не смотрел на них через никон п1000 надеюсь у нас сегодня этот получится ну что же начинаем их искать итак друзья вы не поверите что я сейчас обнаружил одну очень яркую звезду в небе очень прямо и справа от нее есть еще две точки вы видите все это перемещается куда-то направо вверх но просто фантастика если по научным данным то я знаю что около юпитера есть спутники их можно рассмотреть неужели это тот самый корабль богов юпитер мы только что зафиксировали и можем его увидеть давайте приближать все рассматривать и итак друзья я удивлен не меньше вашего если вот это и есть тот самый юпитера которым нам так часто говорят что это корабль судьба тоже из него ведется управление за наши земли вы представляете есть даже фильм восхождение юпитер но вот таким образом выглядит все на никон п1000 достаточно быстро все это перемещается куда-то направо видны две светящиеся точки с правой стороны и одна малюсенькая с левой ну кадры феноменальные вы не поверите друзья но наблюдая вот за этим вот огромным круглым шаром который по научному называется юпитер там сверху есть еще один объект я делал несколько фотографий и скажем вот таким образом мы не видим на видео светящиеся точки сверху но она есть именно на фото итак а теперь хотите самый главный прикол как раз чуть-чуть правее юпитера должен был быть виден сатурн я направил камеру на звездочкой посмотрите что я снимаю какой-то круг а внутри точнее снаружи еще кольцо неужели это тот самый сатурн я глазам своим не верю это какая-то фантастика сейчас будем переводить камеру еще наблюдать итак как мы видим это конструкция перемещается очень быстро и больше напоминает или летающий тарелку или какой-то глаз видящий ок вы посмотрите скорость просто огромная феноменально но я первый раз снимаю такую картину знаете прямо какая-то тусклая звездочка небольшая на небе вот таким образом быстро перемещается имеет такой вид ну что кто-нибудь из вас поверит что это сатурн болин но я даже сам не знаю мне удивительно на самом деле кадры достаточно феноменальные уникальные вы сами это понимаете сейчас примерно покажу как все это происходит вот максимальное удаление и начинаем приближать искать эту звездочку в небе может быть увидим вот она появляется и вот смотрите как все это выглядит когда я пытаюсь поймать вот эту планету чтобы тоже видели все это знали вместе со мной вот так она формируется ищется но куда-то почему-то пропадает больше я не вижу вот она опять давайте пробуйте еще приближать приближать буду держать руками и вы поразитесь вы видите это какая-то фантастика вот она максимальное увеличение держу руками чуть-чуть трясется да но в любом случае вот такой объект мы с вами только что приблизили всевидящее око я бы сказал фантастические кадры вот мы удаляем эту маленькую точку сейчас приближу вам точку с левой стороны который я тоже зафиксировал достаточно яркую вот чуть-чуть левее от нее вот еще одна звезда тут должны быть у нас зафиксировано вот эти четыре как бы спутника или дополнительные межгалактические корабли как я понимаю приближаем приближаем что мы видим видите тоже круг и четыре межгалактических корабля попробуем их как-то поймать максимально хорошо вот так вот ну кадры конечно феноменально друзьям и что в ней происходит целый космический флот прямо над нами ну что могу сказать друзья мы все это увидели своими глазами но опять же даже наблюдая сейчас я не могу сказать что это юпитер сатурну летят какие-то кругляшки рядом с ними еще несколько объектов может быть это просто инопланетные корабли с чего кто-то взял что это вообще планеты вот у меня большой вопрос почему вы в это верите я вот думаю ну сказали нам школе или где-то в планетарии что там действительно летают различные какие-то огромные шары но это же может быть неправдой мы видим все что угодно и представить своих головах можем то же самое сейчас я покажу вам тоже допустим рядом пролетающий яркую звездой вот так она выглядит как небольшой треугольничек даже перемещающийся быстро направо вообще я вам так скажу что все вот эти звезды поймать очень и очень сложно на камеру при увеличении мне приходится долго-долго настраивать потом в подходящий момент фиксировать камеру и вот она начинает двигаться сейчас все она стоит стационарно этого посмотреть какая тряска происходит но опять вот эта звезда совсем другой форму будем искать еще и так я сейчас попробую снять все еще на видеокамеру весь этот процесс чтобы поняли что помимо вот этих основных двух точек после фотографирования видите сверху появляется еще один объект вот я сейчас снимаю все на камеру уже panasonic и снимаю nikon как я веду съемку за вот эти вот так называемые питер вот видите вспышка вспышка и верху появляется всегда . хотя по факту мы видим сейчас видите кругляшок и два объекта что там есть еще если я попробую приблизительно на камеру panasonic давайте попробуем это сделать и посмотрим что у нас получится снимать буду правда с рук сможем ли мы зафиксировать какие-то того объекты и так давайте посмотрим что у меня получается вот приближаем камерой опять эту странную планету начинаем фокусировать она уменьшается вот вот мы фиксируем уже на panasonic тоже яркий светящий сша справа две точки и слева одна . но на фотографиях почему-то обязательно появляется вот видите моргает сверху что то есть над юпитером такое впечатление какой-то скрыт еще объект который получается только на фотографиях интересный очень момент будем конечно наблюдать попробую еще раз все снять из никона а для сравнения вот такие вот кадрова показываю из камеры panasonic тоже можно видите сфокусировать и кое-что увидеть увеличение в 150 раз сейчас давайте вам еще приближе одну интересную звезду вот посмотрим как она выглядит она расположена примерно там где у нас зашла луна и так вот таким образом она переливается моргает и мы можем рассмотреть ее такую внутреннюю пульсацию движется в этот раз сверху куда-то направо вниз и действительно представляет какую-то плазму или тот самый плазмоид который находится где-то сверху нашего мира если бы вы знали сколько сил и возможностей скажем требуется для того чтобы удержать этот объект в кадре вы бы поразились то есть фотоаппарат почти не улавливает эти моменты я вырезаю кусочки настройки потому что все бы просто очень сильно дергалась до невозможности если захотите я могу вам показать эти моменты но вы поразитесь как же трудно поймать вообще эту звезду давайте она исчезнет и попробую поймать вы посмотрите как это выглядит вот она исчезает я перевожу камеру сюда потом начинаю и ловите на прячь куда-то вниз все теряется из виду мне придется отматывать опять искать этот объект ведь пытаться приблизить как только приближаю поднимается куда-то вверх куда-то вниз опять я пытаюсь увеличить он уходит очень до бесконечные поиски этой звезды чтобы поймать хороший кадр нужно очень сильно постараться вот вот сейчас получилось меня зафиксировать все я сделал на ваших глазах чтобы поняли насколько трудно вообще поймать и видео или зафиксировать хоть одну маленькую звездочку то есть приходится множество раз пытаться ее настроить точно так же и с кораблем апокалипсиса с этим юпитером сатурном и с этой вот непонятно яркой но очень такой фантастической звездой мы ее наблюдаем прямо в том же месте где только что зашла луна мы с вами можем зафиксировать уже рассвет вы видите какая красота ночной город и мы с вами наблюдаем за всей этой картиной еще хочу подметить один очень важный фактор что полярную звезду вот невозможно приблизить и вообще увидеть на камеру но по крайней мере на мою вот дело в том что она должна быть самой яркой на небе и как мы с детства знаю что полярная звезда где-то там но по факту я вам скажу она еле заметная тусклая звездочка на небесах и еще важный фактор она является самым хвостом малой медведицы вот большую медведицу думаю многие из вас замечали а маленькую скорее всего нет потому что ее буквально не видно на небе вообще может быть я покажу вам как точно находить ее вставлю картинка вы посмотрите чтобы знали где находится и маленькая медведица малая так называемая и та же самая полярная звезда вы будете поражены что это совсем тусклая незаметная звездочка в небесах поэтому и скажем приблизить и увеличить ее на фото или видеокамере почти что невозможно а рассвет очень красивый посмотрите цвет такое впечатление как у радуги зеленый красный желтый просто радуга восходит над горизонтом время уже больше двух часов ночи сейчас я наверно вам покажу вот так будет четко видно вот я думаю все видите все фиксируете вместе со мной два ночи и мы с вами не спим 2.16 уже наблюдаем можно сказать рассвет в прямом эфире кадры фантастические давайте я покажу вам все как выглядело по кругу для ориентира чтобы понимали там у нас рассвет вот здесь вот дома вот в темноте вы видите яркую звезду в небе это у нас был вот этот круглый шар так называемый юпитер со спутниками чуть чуть правее но почти что не видно звездочка должна быть это сатурна где-то здесь сожалению камера не улавливает вот она это должен быть сатурн чтобы понимали вообще расположение юпитер там сатурн потом мы снимали над головой какие-то яркие звездочки и с другой стороны тоже где зашла луна мы фиксировали звездой ее почти не видно вот она моргает та самая странной формы переливающийся такой плазмоид все звезды я показал где как были расположены чтобы тоже понимали ориентировались и вот такой вот яркий свет на рассвете хотя луна зашла но буквально час назад на этом я буду всем вам говорить до свидания мы скоро увидимся с вами и продолжим наблюдать за ночным и дневным небом абсолютно уверены что в ближайшем будущем нам попадутся настоящий нло поехали пока и бум а